Друзья, всем привет! Наверное сложно сейчас представить жизнь без шуруповерта, которым очень удобно крутить саморезы или сверлить отверстия. Но что делать, если саморез необходимо закрутить в труднодоступном месте? Так вот, существует заводская угловая насадка для шуруповерта, с помощью которой саморезы можно вкручивать легко и непринужденно, почти в любых труднодоступных местах. А еще есть вот такая гибкая, с ее помощью думаю вообще где угодно можно подлезть. Они еще бывают разной длины. Многие такое уже видели, как и вот такую насадку для шлифования. Она идет для ОШМ, но есть переходник, с помощью которого ее можно установить на шуруповер. Вы знали, что кроме наждачной бумаги есть еще кое-что, что можно установить на этот диск? Я недавно увидел на кухне у жены вот такие обыкновенные губки для мойки посуды. Так вот, они отлично устанавливаются на этот круг. И можно спокойно что-то почистить, не боясь повредить поверхность. Главное не показывайте жене, а то с такой штукой вы лишитесь шуруповерта или свободного времени, очищая раковину или дышевую кабину. Кстати, решил попробовать в действии вот такой бесщеточный шуруповерт от компании DECO. У него есть все необходимое, что должно быть в современном шуруповерте. Патрон не прокручивается при затягивании, 20-ти вольтовый аккумулятор с индикатором заряда, подсветка с задержкой отключения, две скорости, качественный пластик, удобный кейс для переноса, в котором есть все необходимое. Это дополнительный аккумулятор, зарядное устройство и вот такой прикольный набор часто используемой оснастки для шуруповерта. Могу сказать, что за свои деньги он идеально работает. Также решил заодно заказать вот такой бесщеточный гайковерт, у которого также 20-ти вольтовые аккумуляторы, в комплекте головка на 19. Размер посадки полдюйма, в моем комплекте инструментов как раз такие и есть. Попробовал открутить болт в колесе и гайковерт задачи справился на ура. Момент затяжки имеет три градации, в режиме откручивания на гайковерте используется максимальный крутящий момент. Вот такие интересные штуки я нашел на Алиэкспрессе. Ссылки где я брал оставлю в описании. Если что, у Дуко есть еще инстаграм. Сейчас там проводятся конкурсы для подписчиков, так что можно попытать удачу. Как вы поняли, видео посвящено шуруповерту и расширению моего возможностей, а не только закрутить и просверлить. Как-то в одном из своих видео я сделал вот такую интересную насадку из перьевого сверла. Но на самом деле эту насадку частично можно заменить обычным гвоздем. Берем пассатижи и сгибаем гвоздь, как на видео. Насадка готова. А вот для чего я делал из перьевого сверла. Этой насадкой очень удобно вязать арматуру. Я уже очень много ею поработал. Остался доволен. Работать очень легко. Просто продевайте проволоку через прорези и прокручивайте до того момента, пока проволока не отломится. Сильнее стянуть получится, если вы в это время тянете шуруповерт немного на себя. Очень советую такую купить или сделать. Но если много крутить не нужно или неохота резать перьевое сверло, то можно поработать и обычным гвоздем. Просто продеваем его через петельку проволоки, а второй конец наматываем на гвоздь и также прокручиваем до момента отломления проволоки. Почти то же самое. Но я все-таки выбираю первый вариант. Я уже привык к этой насадке. Кстати, как крутить шуруповертом шуруп-кольцо? Кто-нибудь знает? Я, честно говоря, только недавно узнал, что это можно сделать обычным шестигранником. И очень просто шуруп закручивается. А для следующей насадки для шуруповерта нам потребуется вот такой кусок наждачной бумаги, который необходимо свернуть в трубочку. После этого устанавливаем этот сверток в шуруповерт. И теперь с помощью такой насадки можно шлифовать отверстия, увеличивая их в размерах. Для примера покажу, что шпилька сначала очень плотно входила в отверстие. А после шлифовки уже спокойно. А еще, если в центр свертка просунуть, например, отвертку, то получится шлифовальная насадка с ручкой. Можно слегка что-то подправить. После покупки шуруповерта я обычно беру вот такие неодимовые магниты. И приклеиваю их в разные места на шуруповерте. И вот для чего я это делаю. На верхний магнит я вешаю саморезы. Так удобнее, чем держать их в руках. А на второй магнит вешаю запасную биту или сверло. А третий магнит я вешаю на саму биту. Если она плохо магнитит саморезы, с таким магнитом таких проблем уже не будет. Сверлом можно сверлить отверстие, поменять на биту и вкрутить саморезы. Это удобно, если нет второго шуруповерта. И сверло всегда под рукой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Следующая насадка будет связана с перемешиванием. Например, вот такой краски. Для этого понадобится несколько стяжек и любой предмет, похожий на вот этот карандаш. Либо сам карандаш. На который навешиваем стяжки и затем их обрезаем. В итоге получим вот такую мешалку. Друзья, надеюсь вам понравился такой, можно сказать, обзор дополнений к обычному шуруповерту. И, как вы понимаете, это далеко не все существующие варианты насадок и варианты использования шуруповерта в целом. Если видео вам понравилось, то поддержите меня лайком, а в комментариях напишите, что понравилось больше. Те, кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем хорошего настроения и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok